Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам, как я консервирую томаты. Свой рецепт, так сказать. Сразу скажу, говорю, что я не люблю показывать свои кулинарные способности, потому что это отнимает много времени. Я думаю, в интернете все найдут любой рецепт. Но вот этот рецепт я считаю очень вкусный, хороший. Так, всем моим друзьям и знакомым нравится. И вот подписчица у меня одна попросила. Оксаночка, привет! И по просьбе ее я покажу. Вот подготовила такие помидорки. Очень крепкие, небольшого размера. Небольшого размера, толстостенные. Так, теперь я вот этой шпажкой проделаю отверстие в каждом основании плодоножки. В данный момент у меня стерилизуется банка пустая, трехлитровая. И рецепт будет на трехлитровую банку. Не на литр воды, как пишут там, на литр воды. На трехлитровую банку. Вот в подготовленную банку нужно положить укроп, перец горошком, перец душистый, штучки три, четыре штуки гвоздики, уложить помидорки в банку и залить горячим рассолом. А в банку, как мы знаем, у нас уходит полтора литра воды. Так вот, на эту воду нужно одну столовую ложку соли с горкой. Соли с горкой, одну столовую ложку. И пять столовых ложек сахара с горкой. Вот я приготовила уже в банку. Здесь у меня и перец горошком, и душистый, и гвоздика. Затем, ну, наверное, я дальше не буду говорить, а буду показывать. Вот сейчас я в кастрюле налила кипяток полтора литра, потому что вот в эту банку входит полтора литра. Но я налила чуть поменьше, чем полтора литра, потому что, вот посмотрите, я сюда сыплю сахар, соль, сахар, и, конечно, здесь уже прибавится объема. И если я когда потом налью кипяток сюда, то есть рассол, я, если не хватит мне его, я потом долью сюда кипятка. Но зато сахар и соль все туда поместятся, не останутся вместе с водой, которой придется выливать. Итак, я сюда налила кипяток, чтобы быстрее закипятить его. Итак, рассол у меня готов. Сейчас я перелью в эту банку и поставлю стерилизовать. Удивительно, но у меня хватило рассолу как раз заполнить банку всю. На плите стоит уже ведро с горячей водой, можно сказать, с кипятком. Я туда сейчас поставлю банку, и ровно 15 минут она будет там стерилизоваться. Не нужно ждать, пока закипит вода. Вот именно, не с момента закипания, а когда вы поставите банку. Отсчитайте 15 минут, иначе вы свои томаты сварите. А еще забыла сказать, что на дно ведра я положила салфетку. Потом только поставила банку, чтобы банка не лопнула. Итак, прошло ровно 15 минут. Я вытащила банку из ведра, вот открываю крышку, сюда ложу чеснок. 2-3 зубчика чеснока, у меня были мелкие, я положила, наверное, штук 5 зубчиков. И сюда налью 1 чайную ложку уксуса. Закрою крышкой, и все, у нас все готово. Вот, до свидания, с вами была Наталья Герезудинова. Я, конечно, не умею снимать так здорово ролики, особенно про кулинарию. Поэтому уж как вам я преподнесла. Вот так и вы смотрите. Еще раз, до свидания.